Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Блаженные, о которых говорится в Евангелии от Матфея, 5 глава, с 3 по 11 стих. Наследуют благо, насытятся и утешатся только за гробом? Попробуем ответить на этот вопрос. Давайте вспомним одну из первых заповедей блаженств. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Евангелие от Матфея, 5, 5. В каком смысле наследуют землю? Что два метра земли и все? Блаженный Феофилакт, отвечая на этот вопрос, пишет, некоторые под словом землю разумеют землю духовную, то есть небо, но ты разумей и эту землю. О чем это? Это о том, что во Христе мы имеем благо не только вечной будущей жизни, но и благо для этой настоящей земной жизни. Ибо о Христе сказано, что Он принес жизнь и жизнь с избытком. И эта жизнь начинается здесь, на земле, и имеет продолжение на небесах. И когда мы читаем заповеди блаженств, мы видим, что блаженные кроткие, они наследуют землю. Блаженные алчущие и жаждущие, они насытятся. Блаженные милостивые, помилованы будут. Блаженные чистые сердцем, Богу узрят. Блаженные миротворцы, нареченные сынами Божьими, будут. Блаженные изгнанные, их есть Царство Небесное. Блаженные вы, когда поносят вас, когда будут поносить вас и гнать, возрадуйтесь. Речь идет о том, что верующий может скушать все эти блага не только в будущей жизни, но и в этой настоящей жизни. И святые отцы обращают внимание на то, что эти заповеди, понятие блаженства в церкви – это одно, а понятие блаженства или счастья в мире – это совсем другое. Если для нас, христиан, блаженные, то есть счастливые, кроткие, то в мире счастливы, как понимают сами мирские люди, как раз наглые, напористые. Если в христианском сообществе блаженные алчущие и жаждущие справедливости, праведности, то в мире считаются блаженными, счастливыми, объевшиеся, которые никогда не жаждут, которые упиваются. Если у нас блаженно-милостивые, они будут помилованы, в мире блаженно-агрессивные. У нас блаженные чистые сердцем этот мир захлебывается от желания рассказывать о своих собственных грехах, о своей нечистоте. У нас блаженные миротворцы, у них блаженные агрессоры. У нас блаженные изгнанные, у них гонители, у них блаженные те, у них блаженные те, счастливые те, которые злословят других и ничего за это не получают, а у нас блаженные те, которых поносят за истину и правду. Здесь мы видим, насколько мы не похожи на них, и они не похожи на нас. Но в той части рода человеческого, где люди уже согласились со властью Христа, воцаряются теократические принципы. И хотя эти люди продолжают жить на земле, они уже являются согражданами ангелом, как пишет апостол Павел, то есть свободными от власти этого мира, от власти греха, от власти дьявола, от власти страха смерти. Поэтому ошибочно думают некоторые, что церковь предлагает все блаженства, всю радость только на перспективу и только за гробом. И что слова «блаженные кроткие, ибо они наследуют землю» – это речь о двух метрах земли. Или более того, нет. Там, где живут христиане, там, где существуют наши семьи, наши общины, наши храмы, наши монастыри, наши учебные центры, мы уже имеем возможность наслаждаться будущими благами, еще живя на земле. Ибо церковь и называется небом на земле. Как и проповедь Иоанна Крестителя и Христа, она начиналась с того, что они свидетельствовали, что приблизилось Царство Небесное. А Царство Небесное – это радость и спокойствие в благодати Духа Святаго. А насколько это Царство достигло нас, если мы уже стали подданными этого Царства, сограждане ангелам, Христос говорит, что оно настолько достигло нас, что Царствие Божие уже внутрь нас есть. Как я часто объясняю, та часть нашей жизни, которую мы проводим в молитвах, участие в богослужении, особенно в таинствах Церкви, в исследовании Писания, читаем утренние и вечерние молитвы, эта часть нашей жизни уже не принадлежит жизни временной, уже принадлежит жизни вечной, что позволило апостолу Павлу однажды воскликнуть, что во Христе Иисусе мы уже посажены на небесах, одеснуя Бога Отца. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя!